Всем привет, Таня! С вами Ольга Дуброва, и я рада вас приветствовать на канале Процветок. Сегодня мой рассказ про болезни астр и немножко про вредителей, потому что с ними как бы проще и понятнее. Посадки произведены. Мы с радостью их высадили в открытый грунт, и теперь ожидаем, что к концу лета, к началу осени, мы получим шикарный букет астр наших звезд. Таких ностальгических цветков. Но надо помнить о том и не забывать, что в процессе роста астры могут поражаться. И астры поражаются по-разному. У кого-то они вообще не поражаются, и человек недоумевает, а что с ними может происходить такого, что испортит цветение. Но в других местах, у других людей, у которых очень негативный фитофон, то есть в почве много бактерий, рядом много растений, которые провоцируют появление болезней и появление вредителей, тогда появляются очень большие проблемы. Позже я вам расскажу, что в этом ничего особо страшного нет, потому что можно сказать, что есть три основных позиции, с помощью которых можно побороть эти заболевания. Но предварительно начну с того, что когда мы приходим и смотрим визуально, то очень много возникает вопросов. Потому что могут листья быть белесые, могут быть разные причины поберения листьев. Это может быть и банальная мучнистая роса, когда холодно, сыро, загущенные посадки, рядом какие-то растения поражены, темный угол, мало света. Мучнистая роса, это понятно, это вы определите. Может быть поражение очень сильное паутинным клещиком, и тогда по поверхности листовой пластинки появляется такая белесая паутинка. Ну и еще, когда совсем уже все плохо, белый налет может появиться поверх бурого налета. Это после поражения септериозом или фузариозом. Следующее, что может быть с листьями, это когда они желтеют. Здесь вообще все запутано. И даже специалист невооруженным глазом вряд ли сможет сразу четко определить, в чем причина. Но тем не менее, они желтеют. Какие могут быть причины? Причину мы с вами сейчас выясняем для того, чтобы знать, какие меры борьбы затем предпринять или чего исключать в процессе выращивания астры. Когда мы приобретаем сорта астры, надо обращать внимание, чтобы в характеристике было такое, что он устойчив к заболеванию фузариозом. Потому что это вот такая главная проблема. Здесь я хочу передать привет селекционерам Воронежа, Киева. Потому что их селекция направлена именно на такой момент устойчивости к фузариозу и к различным другим заболеваниям. Некоторые сорта астры, мы видели, что даже на переднем плане карликовый сорт, он абсолютно здоровый и зелененький. Какие-то вот такие пятнистости могут говорить о том, что это просто производился полив при ярком солнце. И получился такой вот как бы ожог солнечный за счет водяной линзы. Но, допустим, здесь я уже вижу, что произошло что-то не очень хорошее. Я вот сейчас откопаю это растение и вижу, что корень уже отгнил, пошло побурение, пошло скручивание. И, возможно, это признаки фузариоза. Конечно, чтобы в этом убедиться, надо сделать посев и посмотреть под микроскопом, кто там у нас вырос, характерный гриб фузариум. Но вот такая вот беда, когда здесь все подгнило, уже нарушилось и произошло скручивание, это, скорее всего, поражение фузариозом. Поэтому такие растения ни в коем случае не сохраняйте, полностью удаляйте. Лунку здесь надо будет уже пролить медным купоросом, либо любым другим препаратом меди. Ну а с растений, у которых появились такие признаки побурения, и здесь вот уже такое скручивание полностью, выгорание происходит, листовой пластинке, мы все эти больные листья удаляем однозначно. Ну и для начала можно раствором фитоспорина для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение. Здесь у меня базовый раствор, налит в небольшую емкость для удобства пользования. И мы обычным способом, любым опрыскивателем, если у вас 10 литров, то на 10 литров добавляете 2-3 чайные ложки рабочего раствора, который готовится в соответствии с инструкцией вот из такой пасты. Паста гораздо удобнее, чем порошок, ее хватает надолго, и рабочий раствор хранится достаточно долго тоже. Это очень выгодно. И мы опрыскиваем обильно и вокруг растения по почве, потому что в почве споры тоже могут находиться. Фузариоз очень быстро распространяется, он может буквально за 3 дня весь наш цветничок или сколько растений, десяток просто уничтожить. Потому что грибные споры разносятся ветром, нашими манипуляциями, насекомыми. Вот таким образом. Надеюсь, что все здесь будет в порядке. Значит, желтые листья, это может быть от обычного перелива, когда не способна работать корневая система, происходит загнивание. И листья постепенно теряют и свой тургор, и окраску. Следующее. Когда мы просто забыли полить, и очень сухо, и, конечно же, со временем тоже нарушается проводящая система, и листик наш пожелтеет. Еще плохая примета пожелтения, это когда заселился трипс. Это очень плохой и коварный вредитель, и сначала в месте укуса появляется желтая пятнышка, а затем они сливаются, и листья увядают и скручиваются. Ну и еще может быть поражение на ранних стадиях фузариозом. Фузариоз – это отдельная страшная тема. Могут листья буреть. Почему возникает побурение? Побурение будет возникать в том случае, если на наши астры напала фитофтора. Либо они снова же поразились фузариозом, либо это бактериальная инфекция. И в конце концов они могут почернеть наши листья. Это уже, так сказать, последняя стадия поражения либо сажистым грибком, но здесь мы в случае черного налета на листьях, это сажистый грибок мы будем понимать, потому что он слегка будет сниматься с листа, то тут надо бороться инсектицидами, потому что сажистый грибок будет переноситься насекомыми. И поэтому главная задача – убрать насекомых, чтобы не было сорняков, потому что сорняки переносят очень хорошо насекомых. Ну и редко бывает, конечно, но может быть поражение корневым раком, и тогда на стеблях появятся такие некрозы, узловатые вздутия практически черного цвета, либо бактериальный рак. Бактериальный рак, он тоже проявляется почернением листа, скручиванием листа. Ну и самое опасное заболевание – это фузариоз. Здесь мы будем наблюдать все. Сначала пожелтение, потом побурение, потом почернение и скручивание. А что скручивание? А скручивание – это могут быть еще вредители. Зачастую это либо полевой клуб, значит, убираем все сорняки, рыхление, полив, чтобы был умеренный. Либо уховертка. Уховертка тоже, она так активно начинает обгрызать листовую пластинку, что лист начинает быстро скручиваться. Ну вот такие главные признаки поражения астрокитайской. И какие же основные методы борьбы? Основные методы борьбы – это, во-первых, всеми медь-содержащими препаратами. Второй метод борьбы, когда уже сильное поражение мы видим и упустили это в начале сезона, то это надежные химические препараты. О них я подробнее остановлюсь. Ну и, конечно же, необходимо помнить о том, что есть препараты, которые являются безопасными как для человека, так и несут токсичность для растения. И они происходят в их составе, задействованы не бактерии, а грибы, которые оказывают противодействие вредным нашим грибкам, которые поражают само растение. Когда вы приходите в магазин с первым вопросом, какие фунгициды, это значит, противогрибковые препараты вам приобрести, вы должны помнить и обращать внимание на то, что фунгициды бывают различного действия. То есть они могут быть контактного действия, это когда поражение еще незначительное, то есть нам надо локально истребить это заболевание грибковое. Но есть фунгициды системного действия, когда они проникают в сосудистую систему листовой пластинки, стебля, и затем в корневую систему. И вот именно такие фунгициды уже мы привлекаем на борьбу тогда, когда растение повреждено. Современные препараты, системные препараты, они обладают не только истребительным таким вот действием, но они также и оказывают повышающий иммунитет действия и слегка подлечивают растение. Конечно, когда уже все запущено, то из мертвого мы воскресить не сможем, но стимулировать здоровый дальнейший рост – это возможно. Хочу обратить внимание на такие препараты, может быть, вы их у себя где-то и увидите. Это Триада, Привикур Энерджи, Акробат и препарат, который называется Квадритис. Это все препараты системного действия, и они не несут фитотоксичную нагрузку на само растение. И вот когда мы рассуждали про то, что это поразило, фузариоз, фитофтороз, бактериальный ожог. То есть вот эти препараты, они очень широкого спектра действия, потому что есть более узко ограниченные. Вот, например, препарат Браво, он уже контактный препарат, и он действует узко. Ну, допустим, там ржавчину, и только поверхностно. Поэтому обращайте внимание на такие моменты. Вторая ситуация, когда мы говорим о органических средствах защиты. Как я уже сказала, что они на основе полезных грибов выращены. И на основе гриба Триходермы, который – это аэробный гриб, такой вырабатывается он в почве. На его основе препараты Триходермин, Триходерма, такие вот самые распространенные, которые находятся в широком доступе. И вот у меня в руках фитоспорин, есть также фитоцит, бактоцит, ну и целая линейка, в основе которых все равно будет находиться бацилиум. Препараты такие можно применять в течение сезона, не только, как написано в инструкции, что раз в 10 дней, там трижды. Препараты можно применять каждые две недели на протяжении всего вегетативного сезона, если вы понимаете о том, что ситуация у вас фитопатогенная не очень благоприятная. И не стоит бояться, что они как-то будут угнетать рост растения. Ну, конечно, все растворения проводить в соответствии с инструкцией, несмотря на то, что это вроде бы органический препарат. Ну и следующая группа препаратов, третья, о которой я вам говорила, это все, что на основе меди. Это может быть бордосская жидкость, это может быть медный купорос, и у меня в руках упаковочка от хилата меди. Хилатные формы вообще очень хороши не только в отношении меди, но и в отношении любых других препаратов, потому что вот эти вот хилаты, это такие особые комплексы, которые как бы за ручку приводят действующее вещество в нужное место, там его вставляют, оставляют, сами уходят, разлагаются, и это вещество попадает именно туда, куда надо, и сразу начинает там работать и делать свое благое дело. Поэтому обращайте внимание на такие вот хилатные формы удобрений. Бордосская жидкость чем хороша? Тем, что в составе ее уже находится известь. И астра очень чувствительна на кислотность почвы. Точно как и астрочувствительна, также и чувствительны будут грибы, которые вызывают и черную ножку, и фузариоз, страшное такое заболевание. И снижая кислотность почвы, мы тем самым будем предотвращать появление заболевания. Иногда, даже в начале сезона, можно смешивать с почвой препараты на основе мела какие-то для того, чтобы понизить кислотность. Ну, помните о том, что это надо делать не во время посадки уже, а немного заранее, чтобы кальций успел среагировать с почвенной средой и уже начал работать в момент посадки, чтобы не было такого пустого как бы действия. Ну, вот, мне кажется, такие основные моменты мы разобрали в отношении болезней. А то, что касается вредителей, то их всегда заметно, они всегда на листовой пластинке. И сразу понятно, что надо применять инсектициды. Инсектицидов тоже большое множество. Осматриваем наши посевы, не допускаем загущения, не допускаем засорения сорными какими-то растениями, проводим прополки, рыхления. И тогда вероятное заражение вредителями у нас будет сводиться практически к нулю. Потому что, когда правильная агротехника и правильный агрофон, то есть почва правильно подготовлена, тогда растение как бы и сильно и не нуждается в различных мерах борьбы с различными патогенами, которые придут сюда. Потому что, чего им сюда идти, если все в порядке, растение здоровое и готово бороться. Ну вот, это то, что касается вредителей и болезней. Поэтому комменты туда, лайки тоже туда. До новых встреч! Подписывайтесь на наш канал! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова